В Центральной России погиб почти весь урожай яблок и ягод. Об этом сказали сегодня. Ну что же, конечно, люди уже понимают, будет урожай или нет. Говорят, все косточковые погибли. Итак, мы видим, что майские заморозки повредили 70% яблонь Центральной России, что приведет к существенному падению урожая в этом году. Так сообщают РИА Новости. А сообщил об этом президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По его словам, больше всего пострадали Воронежская, Липецкая, Ростовская, Тамбовская области. Вся центральная зона России без яблок будет. По яблокам 50%, а то и 70% потеряны. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться. Будем надеяться, что Краснодар не подведет. Так говорит Муханин. Гендиректор Тамбовского хозяйства Дубовая Валерий Черкашин подтвердил серьезность ситуации. У нас все погибло. И земляника, и вишня, и яблоки с грушами. Общий ущерб составил 391 миллион рублей. Теперь нам предстоит прожить 15 месяцев до следующего урожая. А если и следующего не будет, что будет делать народ России? Да как же так, а? По данным издания МАШ, также заморозки уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской областях, где налажено промышленное производство. В связи с этим поставщики готовятся повысить цены как минимум вдвое. В том году один килограмм этих ягод стоил около 3000 рублей. А поскольку землянику широко используют в кондитерском деле, цены на торты, пирожные, джемы, варенье также повысятся. Кроме того, эту ягоду применяют фармацевтики при производстве лекарств от кипертонии. Гендиректор Ягодного Союза Ирина Козий отметила, что заморозки сказались также на черной смородине. По ее словам, из-за низкой температуры, большой объем первого урожая ягод был потерян на юге центральной части России и в Татарстане. Козий предупредила, что в поставках в начале июня может возникнуть пауза, что приведет к дополнительному росту цен. В России резко подорожала клубника. В мае средняя розничная стоимость одного килограмма этих ягод составила 588 рублей. Это на 20% выше, чем в прошлом году. Из-за проблем с урожаем яблок и ягод россиянам стоит приготовиться к повышению цен, также на детское питание и соки. Данная продукция может подорожать на 30%. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что из-за сложившейся ситуации стране придется импортировать яблоки из-за рубежа. По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть поставки из других стран. Помимо этого Минсельхоз собирается ввести из-за потери урожая режим чрезвычайной ситуации федерального значения. По словам Лут, сроки его действия пока не определены. Ведомство намерено попросить у правительства компенсировать потери сельхозпредприятиям, которые выращивают плодовые культуры. По всей России введут режим ЧАЭС из-за потери почти 20 миллионов тонн урожая зерна. Российский Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, которые привели к массовой гибели посевов в ключевых черноземных регионах страны. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщила глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, сроки действия режима ЧАЭС, который позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение, пока не определены. По оценкам Российского зернового союза, весенние морозы, которые затронули посевы в 23 субъектах РФ, лишат российских аграриев 18 миллионов тонн урожая зерна. По итогам года сборы могут составить 129 миллионов тонн, хотя изначальный прогноз достигал 147 миллионов тонн. В общей сложности пострадало полтора миллиона ГА посевных площадей. Сообщил об этом на пресс-конференции в понедельник глава РЗД Аркадий Золочевский. Этих поздних возвратных заморозков у нас не было более ста лет. Потери уже достаточно значительные. Но если ста лет не было, более ста лет, значит их не было в нашей цивилизации. Наша цивилизация такая молодая. И вот мы, как неразумные дети, то туда ткнемся, то сюда, то не урожай, то понос, то золотуха, как говорили на Руси. Никуда не денешься, непонятно. И все в одном и том же русле. Ста лет не было. Значит, не было никогда. То, что было более ста лет назад, об этом мы не знаем. Поэтому если не было ста лет, значит не было вообще. По оценкам РЗС, лишь 60% пострадавших от непогоды площадей подлежат пересеву или около 900 тысяч га. Заморозки случились поздно. И на пересев практически не осталось времени. Если пересев состоится, это означает позднюю уборку и зависит от проходных условий во время уборочных работ. Можем упустить еще часть урожая, уйдет под снег. Региональный режим ЧАЭС из-за заморозков уже введен в 8 регионах России. Среди них Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Волгоградская, Орловская области. Заморозки затронули и другие крупные аграрные регионы. От Курской и Ростовской до Саратовской и Пензенской областей. Но наиболее тяжелая ситуация в Воронежской и Волгоградской областях. Так говорит директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сборы основной культуры пшеницы, по прогнозу ИКАР, могут снизиться до 81,5 миллиона тонн, что почти на 12 миллионов тонн ниже изначальных оценок. Пересеять пшеницу уже невозможно. Проблема не только в заморозках, но и в том, что аграрии стремились сэкономить на средствах защиты растений. Это привело к критичному влиянию непогоды на посевы. По словам гендиректора СОВЭКОНа Андрея Сизова, следствием погодного кризиса станет череда банкротств сельхозпроизводителей, по которым уже ударили экспортные пошлины, а затем передел земельных угодий. У российских аграриев был достаточно большой запас прочности, на который легли рекордные урожаи прошлых двух лет. Но последствия введения пошлин начинают сказываться. Сегодня у нас с вами 28 мая 2024 года. Я Таня Карацуба, Сиинбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok